Моя родственница Зоя Космидианская была партизанкой. Она защищала родину. Ее фашисты поймали, пытали и повешали. Она стала героем Советского Союза. Мы через ее посадили дерево. Почтили память героев, прадедушек и прабабушек, еще один цедошколят. Мальчишки и девчонки узнают о Великой Отечественной из рассказов родственников фронтовиков, дружинников тыла. Великая Отечественная война началась в 1941 году, а закончилась в 1095 году. Считается самой жестокой в истории человечества. Дошколята сажали деревья, а родители засыпали землей ямки и поливали молодые саженцы. Через несколько лет здесь вырастут ели, яблони, деревца груши и вишни. А дать дань памяти и уважения поколению победителей и взрослые дети согласились охотно. Каждый саженец – благодарность ветеранам и новая жизнь в честь каждого героя, каждого подвига. Ведь за эту жизнь, за этих малышей воевали наши солдаты. У меня дед, герой Советского Союза, Белявский Николай Иванович. В честь него названа улица в Нижнем Тагиле. И вот я с дочкой принимал участие в этой замечательной акции. Я горжусь своим прадедушком. Кто-то отметил свое дерево памяти воздушными шарами, кто-то лентами, а кто-то поставил рядом транспарант с фотографией родственника. В дальнейшем аллея будет только расти, а ухаживать за ней обязуются правнуки и правнучки. Наш педагогический коллектив считает, что не стоит рассказывать ребенку дошкольного возраста обо всех ужасах Великой Отечественной войны. Наша задача – мягко объяснить ребенку суть войны. Помнить будут и дошколята, ведь каждый день их будет встречать и провожать аллея славы. Живая память о прадедах, проливших кровь за мирное небо над головой. Вероника Самойлова, Михаил Крюков, Елена Самойлова. Новости Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова